Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашии информационная программа «Республика». С главными событиями среды вас познакомят наши корреспонденты. И я, Ольга Панова, сегодня в выпуске. Праздник поколений. В Чувашии с размахом отметили 72-ю годовщину Великой Победы. Медицина будущего. Руководители институтов физики рассматривают возможность создания центра протонной медицины в Чебоксарах. Весенний сейф в разгаре. Глава республики проинспектировал ход полевых работ в Маргаушском и Ядренском районах. Организации ЖКХ республики накопили долгов на 3,5 миллиарда рублей. Таким образом, общая задолженность в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 15%. Проблему решали коллегиально на заседании Кабинета министров. 1,5 миллиарда рублей за потребленный природный газ, 680 миллионов за электрическую энергию и 1,7 миллиарда за тепловую. Такова ситуация на конец апреля. Одна из главных проблем – взаимоотношения коммунальных технологий и столицы республики. Основной должник – это сегодня коммунальные технологии. Основная проблема по городу – это оплата за газ, как уже было обозначено. Компания получает средства, в том числе от жителей, но не оплачивает Чуваш-сеть газа за поставку газа. Пока реальных рычагов воздействия на решение этой проблемы не видим. До начала нового отопительного сезона предприятиям ЖКХ необходимо провести запланированная работа по замене изношенной инфраструктуры, котлов и водопроводных сетей. Кроме того, на предприятиях ТЭК необходимо провести ремонт 800 километров воздушных линий электропередач. Всего на выполнение этих работ фонд ЖКХ планируется направить 2,5 миллиарда рублей из бюджета республики. Решать вопрос с должниками надо жестко, отметил глава республики. Лишайте лицензии. Будем лишать? Будем лишать. На заседании Кабинета министров также обсудили увеличение прожиточного минимума за первый квартал 2017 года. В абсолютном выражении рост составил 102 рубля. Таким образом, величина прожиточного минимума равна 8 448 рубля. Еще одна тема – капитальный ремонт дорог. За прошедший год план выполнен и даже перевыполнен. Было запланировано на 2016 год 42 километра капитально отремонтировать дороги. Реальный факт – 74,5 километра. Что касается ремонта дворовых территорий, многоквартирных домов, на 2016 год было запланировано отремонтировать 150 дворовых территорий. В реальности в 2016 году было отремонтировано 235 дворовых территорий. Количество дорожно-транспортных происшествий и число погибших в них людей сокращается. Но данный показатель среди регионов ПФО остается высоким, констатировал Владимир Иванов. Работать надо и в отношении увеличения объема в пассажирских перевозах столичным транспортом. Что касается Чебоксарского аэропорта, то в прошлом году он обслужил более 165 тысяч человек, что почти в два раза больше, чем в 15-м. На заседании правительство утвердили и отчет об исполнении республиканского бюджета за первый квартал этого года. В республике продолжаются весенние полевые работы. Оперативные данные стекаются в Министерство сельского хозяйства. По данным ведомства, в муниципалитетах засеяли более 80 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур. Глава Чувашей проинспектировал ход работ в Маргаушском и Ядринском районах. Какие проблемы возникают у аграриев и когда в республике рассчитывают завершить весенний сев, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Весенние полевые работы словно эстафета. Пока погода не преподносит неприятных сюрпризов, необходимо ускорить темп. Аграриям дорог каждый час. Поля вблизи деревни Кошмаши в этом году засеют ячменем. На эту культуру в сельхозкооперативе «Свобода» делают особую ставку. Семена дают хорошие всходы. Аграрии стараются закупать только элитные сорта. Глава республики отметил, что поддержка аграриев будет увеличиваться и дальше. Но хозяйства должны просчитывать все риски. Руководитель сельхозкооператива говорит, что сейчас сложились выгодные цены на молоко. В Ядренском хозяйстве «Герой» весеннюю страду начинают с обработки новых полей. Этот участок взяли в аренду недавно. После подготовки почвы намерены посадить элитные семена. Чтобы завершить весенний сев в сжатые сроки, хозяйство мобилизовали все ресурсы. Глава региона советует пересмотреть и график работы механизаторов. Обрабатывать землю и сажать семена необходимо с раннего утра. Если бы сейчас разрыв еще несколько часов, к вечеру здесь пыль будет лететь. Мы 4 часа начинали сеять. О агрария в боевой настрой в этом году в республике рассчитывают собрать не только рекордный урожай зерна, но и хмеля. Большинство работ механизировали. Вот обрезка столбовых рядов ручную делаем и заводку. Ход весенних полевых работ главы муниципалитетов должны контролировать лично. Такую задачу Михаил Игнатьев поставил местным властям в ходе выездного видеоселектора. Пока многие районы отстают от намеченных показателей. 6 тысяч гектаров мы не успеваем засевать. Механизаторов надо кормить, соответственно, обеспечивать всеми теми материальными средствами для того, чтобы никакого простоя не было. Очевидно, что темп работ необходимо ускорять. В Минсельхозе прогнозируют, что при хорошей погоде завершить весенний сев возможно уже 20 мая. Дмитрий Ковалев, Борасиль Мухаммедов, Республика. Председатель правительственной чрезвычайной противоэпизотической комиссии Сергей Артамонов сообщил об усилении мер по предотвращению заноса и распространения гриппа птиц. Напомню, что на этой неделе в Лаишевском районе Татарстана выявлен геном вируса гриппа А птиц. По данным управления Россельхознадзора, в птицекомплексе Лаишевский уже пало 5000 голов. В Чувашии разработан комплексный план по предотвращению заноса вируса на территорию республики. Специалисты еще раз проведут разъяснительные беседы о высокой опасности гриппа птиц. Ветеринарная служба и Роспотребнадзор должны определить места массового уничтожения павшей птицы. МВД необходимо пресекать стихийную несанкционированную торговлю живым товаром. Запланированы и другие мероприятия. В Чувашии вслед за Центром ядерной медицины могут начать развивать и протонную терапию. Речь об этом зашла сегодня на рабочей встрече главы региона с директорами ведущих институтов физики страны. Какие идеи предложили ученые? Подробности в следующем материале. Протонная терапия когда-то была за гранью фантастики. О ней мечтали, но до практического воплощения не доходило. Хотя установки такого рода разрабатывали и в советские времена. Сейчас наука развивает реальные проекты. Специализированных центров пока в России нет, но в ближайшие годы все может измениться. Российские ученые восстанавливают былую славу страны. Спустя годы ядерные установки внедряют в сферу медицины. На сегодняшний день мы не отходим от варианта в области разработки создания всех технологий. Поскольку имеем очень большую компетенцию в области разработки создания ускорителей практически всех. У нас много типов ускорителей заряженной штицы. В последнее время занимаемся ускорителями протонов и ионов. Академик РАН Александр Сергеев называет республику идеальным местом для создания центра протонной терапии. В этом заинтересованы и власти, и научные круги. Сейчас в Чувашии активно развивают ядерную медицину. В августе прошлого года у вас была с визитом здесь министр здравоохранения Вероника Игорьевна Скворцова. Открывала новый корпус хирургический. И мы тогда с удивлением услышали слова о том, что она поддерживает создание центра ядерной медицины в Чебоксарах. И более того, как проект, ну может быть не завтрашнего, а послезавтрашнего дня, видит создание здесь центра протонной терапии. Подкупает позиция вашей власти, которая умеет понимать очень серьезные современные тренды и в развитии медицины, высокотехнологичной медицины. И то, что у вас здесь будет построена ПЭТ-установка для диагностики, это очень хорошо. Ученые предлагают сделать первый шаг и разработать специализированную программу создания центров протонной терапии. Сегодня с руководителем вашей республики мы обсуждали вопрос о том, можно ли создать такую межрегиональную программу, которая позволила бы нам выйти и на уровень Минздрава, и на уровень Росатома, и выше, с тем, чтобы действительно поставить вопрос о создании отечественного центра протонной терапии. Глава республики идеи ученых поддержал. Дмитрий Ковалев, Расиль Мухаммедов, Республика. Эти майские дни проходят под знаком Великой Победы. 72 года назад закончилась самая кровопролитная жестокая война 20 века. В нашей стране победа обошлась очень дорого. Единственное, чем мы можем оплатить людям, сохранившим наше право на жизнь, вечной памятью и благодарностью. Именно поэтому 9 мая был и остается самым главным праздником в нашем календаре. Праздником, в котором поровну радости и скорби. В столице Чуваший день Победы начался с возложения цветов к вечному огню. Вечный огонь – негасимый символ нашей памяти и скорби о тех, кто погиб, умер, пропал без вести на той войне. В Великой Отечественной наша страна потеряла, по разным данным, от 26 до 30 миллионов людей. В числе жертв – около 14 миллионов человек в мирное население. Из них преднамеренно было истреблено оккупантами 7,5 миллионов, 2 миллиона погибли на работах в Германии, а 4 умерли от голода в оккупации. Более 2,5 миллионов человек до сих пор числятся пропавшими без вести. Если по каждому из погибших в Великой Отечественной войне советских граждан объявить минуту молчания, нам придется жить в тишине минимум 50 лет. Ложиться к вечному огню гирлянды и цветы героям от благодарных потомков. Мы не просто помним, мы стараемся передать чувство гордости нашим детям и внукам. Мы уже с 4 лет, мы каждый год сюда ходим, цветы вложим, потом идем на парад смотреть. Каждый год. С малых лет я вожу его сюда. Сводный полк Чебоксарского гарнизона, как всегда, прошел маршем по площади. 20 парадных расчетов и 60 единиц техники. Каждый год организаторы парада стараются показать жителям раритетные боевые машины. В этом году впервые по Красной площади проехали две зенитные установки. Как всегда, не обошлось и без представлений, участниками которых стали воинские специальные подразделения. Казаки, парашютисты и даже мотоклуб «Ночные волки». Но самые главные герои нашего парада победы – ветераны войны и тыла. Такие, как Агриппина Алексеевна Янович. В военное время она была медсестрой. 6-го, 7-го, 8-го, 9-го, в сторону взяли в Генигсберг, потом немножко отдохнули, подготовились. И с 25-го, 26-го, полностью захватили Пивлау, Портовый город. 9-й мая объявлено Днем Победы. Мы очень рады, это самый светлый день. Шествие бессмертного полка – это тот случай, когда очень сложно выбрать для репортажа нескольких героев. Хочется рассказать абсолютно про всех, кто смотрит сейчас на нас с этих фотографий. Кто отдал жизнь за родину, кто вернулся с войны, но не дожил до 72-й годовщины Победы. Это, конечно, невозможно. Несмотря на погоду, в акции в Чебоксарах участвовали десятки тысяч людей. И за каждым портретом своя уникальная история. Я сегодня пришла на парад с мамой и папой. Мама воевала в особых войсках Минсанчасти. Папа воевал до 46-го года с Японией. Мы их любим, помним. У них 10 детей родилось. Это мой дедушка. Дедушка со стороны отца. Он погиб в 42-м году на Украине и похоронен в городе Белая Церковь. Я его не видела ни разу, никогда. Я родилась после войны, поэтому дедушка только на портрете у меня остался. Военный летчик Александр Виноградов несет портрет своего родственника. Он пропал в первые дни войны при обороне Брестской крепости. Память о нем, а еще имя, повлияли на выбор профессии. Родину защищать. Пример очень выразительный, очень явный для меня. И кому как не мне, тем более имя Александр, защитник людей. Вставать на защиту нашего народа. В этом году колонна бессмертного полка прошла по Чебоксарам уже в пятый раз. После первой акции в Томске в 2012 году наш город одним из первых присоединился к проекту. Во время шествия казалось, что поток бессмертного полка бесконечен. Впрочем, как и наша благодарность ветеранам. Около 60 тысяч жителей Чуваши приняли участие в акции «Бессмертный полк». О том, как она прошла в Канаше, наши коллеги с канажской студии телевидения. 10 часов по московскому времени ознаменовал торжественное открытие митинга. И первыми строем прошли потомки героев, чьи отцы, деды и прадеды воевали и гибли за мир и счастье на земле, увековечивая их имена в памяти живущих. Только уже ему заканчивать служить в армии, началась война. Вот, в общем, три года он был в армии и четыре года служил. В общем, в общей сложности семь с лишним лет пробыл он там на фронте. Служил в Смоленске, на протпункте. Там познакомился с мамой. Она работала, кормила этих участников. Ну, там заезжали военные, а он продукты возил. В каждом районе республики, будь то небольшое село или город, накануне праздника и 9 мая прошли митинги и концерты. В Батревском районе, в деревне Чувашский Ишаке, к примеру, открыли мемориал стеллу памяти сельчан, павших в Великой Отечественной войне. Поздравляю вас с открытием нового монумента павшим воинам. Поздравляю вас с 72-й годовщиной Великой Победы от фашистской Германии. Хотелось бы выразить искреннюю благодарность инициаторам создания установки этого монумента. Всем тем людям, которые внесли огромный вклад в это благородное дело. Ведь наша с вами задача оставить как можно больше памяти о Великой Отечественной войне, о героях этой войны. Имена героев Великой Отечественной войны навечно вписаны в историю небольшой деревни. Теперь у местных жителей есть свой мемориал, место, куда можно прийти и поклониться героям. Такой подарок празднику Победы сделала для своих земляков фермер Ришит Санзяпов. Именно сюда теперь будет приезжать и дочь героя Советского Союза Баки Рахимова Раиса Бакиевна. Чувашиня для меня святое место. Меня сюда тянет, потому что здесь, в Чувашин, родился мой отец. Мне всегда тяжело 9 мая. И тяжело, и радостно. Тяжело, потому что я росла без отца. Радостно, потому что не забываем. Есть музей Рахимова Бакиевна, есть улица Баки Рахимова в Казани. Подобный мемориал появился в прошлом году и у жителей соседней деревни Малой Арабузи. В этом году, накануне 9 мая, здесь установили артиллерийскую пушку Д-44. Продолжение в Казани, в Казани, в Казани, в Шимурше основные торжества развернулись на Центральной площади. На митинг собрались более тысячи человек. Многие шимуршинцы вышли на праздник с фотографиями своих дедов и прадедов. С этими портретами они прошли по главным улицам села. Возле обелиска Победы минутой молчания почтили память павших героев и защитников Родины. В Шумерле в День Победы ветеранов пригласили в кино. В обновленном кинозале ДК «Восход» бесплатно показали фильм об освоении космоса «Время первых». Мы считаем, что это прекрасный подарок для всех ветеранов, детей, внуков и правнуков Победы. Мы ожидаем самых ярких эмоций от того, что наши космонавты увидели, ощутили. Полевая кухня, патриотические песни и интерактивные площадки военной тематики. В Чебоксарах прошла выставка, посвященная истории русского оружия. Она развернулась в парк имени космонавта Николаева. Подробнее в репортаже наших коллег из пресс-службы МВД. На один день городской парк стал центром военных событий. Конечно же, не настоящих, а шуточных. На выставке исторического и современного оружия экспонаты можно было не только посмотреть, но и потрогать. Например, каждый желающий мог выяснить, как быстро у него получится собрать и разобрать автомат Калашникова. Увидеть артефакты Второй мировой можно было у стенда поискового отряда «Память». Ее участники – студенты столичных вузов. Вот уже который год выезжают на места крупных сражений. В списке найденных вещей не только оружие и боеприпасы, но и амуниция павших воинов. В отряде в основном где-то 27 человек. Все студенты ЧГПУ и, кроме этого, ребята, которые уже выпускаются, выпускники участвуют. Привлекаем школьников активно, то есть они тоже набираются с нами опыта. А на этой площадке можно было стать свидетелем средневекового боя. Его демонстрировали участники одного из исторических клубов города. Облачиться в кольчугу, взять в руки щиты и мечи также могли все желающие. Особый интерес у гостей парка вызвала и экспозиция МВД Республики. Площадки идут прикладного характера, где можно потрогать, пощупать, полазить, посоветоваться, то есть поучиться. То есть мероприятие, естественно, посвящено Дню Победы. Весь день в парке работала военно-полевая кухня, где можно было попробовать фронтовые блюда. А на музыкальной площадке прошел фестиваль патриотической песни, где до позднего вечера не умолкали военные мелодии. В Комсомольском районе перед судом предстанет местный житель. У 43-летнего безработного жителя села Старочелны-Сюрбеева изъято более 500 литров спирта, содержащей жидкости, в том числе не отвечающей требованиям безопасности. Версия следствия, с января по марте текущего года, пока его противоправная деятельность не была пресечена сотрудниками правоохранительных органов, у себя дома злоумышленник торговал спиртосодержащей жидкостью и самогоном, содержащей в своем составе метанол, всевышленные масла и другие микропримеси, представляющие опасность для жизни и здоровья граждан. В ходе проведенного обыска из дома обвиняемого изъято самогонный аппарат и более 500 литров браги и самогона, приготовленного для последующего сбыта. На радости жизни можно посмотреть в Чувашском художественном музее. Выставка Алексея Альфонса с таким названием работает там в эти дни. Сейчас художнику 80, а студентом художественно-графического факультета Чувашского педуниверситета он стал в 35. В то время Алексей Альфонс уже был женат и имел троих детей. Жить на стипендию в пятером невозможно, так что пришлось перевестись на заочное отделение. На первом месте, наперекор своей особенной и, кстати, настоящей фамилией всегда была семья. Его выпускная работа так и называется. Семья, кстати, продолжает дело. Вот мастер смотрит на нас с холста в пути. Автор – его внучка. Мой дедушка – это мой первый учитель. Все началось с него. Помню свое тесто, когда я приходила к нему в дом деревенский. У него там большая мастерская. Дом полон картин, этюду с натуры. Он включал нам классическую музыку, пластинки. Мы вели с ним беседы такие о творчестве. На выставке работы разного времени и, судя по составу, его любимые жанры – пейзаж и портрет. Он с удовольствием очень красиво пишет чувашию, пишет свою землю Янтиковского района. Это и пишет своих близких, родных. Выставка называется «Радости жизни». Что под ними, понимает художник, становится понятно, если обратить внимание на название картин. Например, «В деревне» или «Скорая зима». Это прекрасная жизнь. Прекрасные люди, прекрасные животные. Хочется работать, любоваться, разговаривать. Ольга Пырычкина, Дина Кустова, Расиль Мухаммедов. Республика. Впереди вас ждет еще полезная информация. Наши новости и программы можно увидеть на нашем сайте и в социальных сетях. Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения «Чувашия» уже завтра. Правовые новости с гарантом. Экспертное мнение и юридическая поддержка по всем важным изменениям в российском законодательстве. Рассмотрим некоторые из нововведений. С 1 мая вступили в силу новые требования к экзаменаторам ГИБДД. Основы безопасного управления и первой помощи – виды наказания за правонарушения. Отныне багаж знаний инспектора пополнится. Госавтоинспектор, проводящий экзамен, должен знать международные и отечественные нормативно-правовые акты, регламентирующие вопросы допуска водителей или кандидатов водителей к управлению транспортными средствами, обеспечение безопасности и порядка дорожного движения на всей территории Российской Федерации, допуска транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения. Еще одно новшество касается трудовых отношений. Размещать информацию на доске позора без письменного согласия сотрудника работодатель теперь не вправе. Это нарушает законодательство о защите персональных данных. К такому выводу пришли эксперты компании «Гарант». У работодателя есть право обрабатывать персональные данные работника без его согласия исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативно-правовых актов, а также содействия работникам в трудоустройстве, получении образования и продвижении по службе, обеспечении личной безопасности работников, контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества. А при размещении данных о сотруднике на доске позора такие цели явно не преследуются. В следующее изменение всех новых сотрудников надо инструктировать по гражданской обороне, а кроме этого проводить учения и тренировки. На органы исполнительной власти субъектов ложится обязанность организовывать дважды в год тематические и проблемные обучающие семинары или вебинары по гражданской обороне с руководителями и работниками структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, муниципалитетов и подведомственных им организаций. Несоблюдение нового постановления предусматривает штраф от 100 до 200 тысяч рублей.